Международные турниры по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя с каждым годом собирают под сводами Дворца спорта все больше сильнейших атлетов мира. На этот раз в Минск прибыли спортсмены из 25 стран. В стартовый день было разыграно 8 комплектов наград, а белорусы завоевали 7 медалей, одна из них золотая. Юлия Селепицкая наблюдала за ходом борьбы. Начнем по порядку от меньшего к большему. Первую медаль белорусской команде принесли, как всегда, девушки. Весят до 48 килограммов. В отсутствие лидера Ванессы Каладзинской за бронзовые награды боролись сразу три наших атлетки. Совсем юная Ксения Станкевич уверенно победила спортсменку из Казахстана и положила в свою личную копилку первую взрослую медаль. Медаль, которую я завела на бронзовую, но все же она со взрослого турнира. Вот так, мне очень приятно. Во втором поединке в белорусском дерби сильнее оказалась Марина Маркевич, мама двоих детей. Спортсменке 30 лет, но, несмотря на этот факт, опыт оказался сильнее молодости. Последний раз я боролась в 2007 году. Ну, эмоции, конечно, непередаваемые, потому что единственное, что немножко не хватило меня, и я боролась за третье место. В весовой категории до 60 килограммов в третью бронзу нашей команде принесла средняя сестра Седоковых – Мадина. Старшая Залина на 5 килограммов легче своей сестренке. Она боролась в финале и, как подобает папиной дочке, отец Седоков, борец в прошлом, праздновала победу над своей подругой по команде – Катериной Гончар. Турнир «Медведя» для многих сборных команд является определяющим. Относительно доволен, потому что у нас некоторые спортсменки не боролись. Сейчас в 48 стоит задача определить участника чемпионата Европы и тех спортсменок, которые будут участвовать в лицензионных турнирах. Наш Азамат Нориков – трехкратный победитель турнира Александра «Медведя». На этот раз белорусу досталась бронза. Конечно, в первую очередь очень обидно, что смог забивать только бронзу. Она страивалась только на золото. Но ничего, все по воле Божьей. Все, конечно, очень переживали за нашего голубоглазого блондина-полутежа Ивана Янковского. Он успешно прошел квалификацию, но в финале стал вторым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!